Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас очень важное финальное видео по сборке самосбора с кинематикой CoreXY. Сегодня я отвечу на очень важные вопросы, которые вас интересуют. Во сколько обошелся данный принтер? Стоит ли он того? Какие комплектующие понадобятся для сборки? И сможет ли его собрать новичок без опыта в электронике, электрике, инженерии и программном обеспечении? Для этих целей в программе Excel я сделал специальную сводную таблицу всех покупок. Для того, чтобы собрать каркас нашего принтера, нам понадобится профиль 20х40, 20х20, уголки и полосы. Для вашего удобства разместил на отдельной вкладке смету порезки. В первой колонке это у нас идет название, что мы режем. Маркировка профиля 20х40, длина, количество, общая длина это длина умноженная на количество, кратно метром, это очень важная цифра, так как порезка производится кратно 1 метр. И цена за метр. Общая стоимость порезки всех профилей уголков составила 1388 гривен. Что в переводе это где-то порядка 50 долларов. Плюс нужно еще добавить саму порезку и доставку к вам на дом. В итоге это выйдет где-то 55 долларов. Также ниже я разместил чертежи всех нужных узлов, что вы могли их сделать или вручную, или заказать, например, лазерную порезку, что намного будет удобнее и, в принципе, эффективнее. Так как все отверстия будут максимально точны, и вам не придется с этим мучиться резать болгаркой, пилить, строгать или сверлить. Возвращаемся к нашей смете. В первой колонке название, картинка, количество, цена, цена за доставку и итоговая стоимость. В последнее время в Китае цены на доставку очень сильно выросли, практически вдвое-втрое. И даже на сам товар. Но самое главное, что в проверенных магазинах, которых я покупаю, цены остались более-менее лояльны. И это радует. В этой колонке я указал ссылки на сайт, где вы можете купить товар. И, соответственно, название самого магазина. Профиль мне порезали в украинском магазине Alushop.com.ua. Качеством порезки я доволен. Всю остальную механику я покупал в магазине CNA Mechanical Pad Store. Сразу хочу отметить, что магазин проверен не только мной, но и моими друзьями, коллегами, зрителями, которые неоднократно мне уже писали, что качество действительно классное. Здесь я купил и линейные подшипники, и валы 12-мм, и рельсы MGN12, жесткие муфты, кстати, берите обязательно жесткие только муфты, крепления для валов, KFL-подшипники для ШВП и сами ШВП. Еще раз хочу подтвердить, что использование ШВП на таких дорогих принтерах, самосборах, полностью оправдано. Потому что они не имеют никаких люфтов, работают просто великолепно, имеют высокую жесткость. Для синхронизации я купил специальные шкивы с внутренним диаметром 10 мм. Они как раз идеально подходят для ШВП. И, кстати, ШВП можно в CNA Mechanical заказать именно по своему чертежу. Для этого тоже будет ссылочка под видео. Также были куплены уголки для сборки нашего принтера, Т-образные гаечки в Китае. А вот Метиза я покупал по месту в Украине, в магазине MetalVist. Почему? Да потому что там в два раза дешевле. Основные комплектующие для 3D принтера были куплены в магазине Mellow Store. И выбрал я этот магазин не случайно, а по рекомендации своих друзей. И очень рад этому. Магазин проверен, ни разу меня не подводил. Цены здесь адекватные относительно качества. Потому что цена соответствует качеству. А это очень важно. А еще к тому же, все находится в одном месте. Что, в принципе, экономит вам на доставке. Вот, к примеру, моторы от Mellow Store на 1,5 Ампера. 48-е. Их стоимость обойдется вам в 63 доллара за 5 штук. Если покупать, например, в известном магазине Stepper Online, который в последнее время за доставку просит не 0 долларов, а 110, то обойдутся вам они в 150-160 долларов. Что, в принципе, очень дорого и неэффективно. Поэтому моторы лучше покупать именно в Mellow Store. То же самое касается и Crazy Hotend. Доставка здесь бесплатная. Кстати, Hotend показал себя с очень хорошей стороны, так как печатает всеми видами пластика, включая и PLA. Биалтач я купил в Triangle Up. Он проверенный, работает исправно. Также был куплен BMG Aero, подложка, кабель-канал, тефлон, MOSFET в магазине Mellow Store. Обязательно прикупите LM2596 с экраном. Это понижайка. Она позволит регулировать кулеры. Два блока питания по рекомендации, уголок технаря, канал на ютубе. Спасибо, Виталик. Блоки питания просто великолепные. Стол 310х310 Big 3T в принципе неплохой, хотя немного тонковатый. Всего лишь 2 мм толщиной. Лучше, конечно, брать потолще. Концевики я брал вообще в дешевом магазине. Обязательно прикупите набор клемм 254 до 5 пинов. Они вам очень сильно понадобятся при самосборе. Ступенчатое сверло можно не заказывать, если будете делать лазерную порезку. И материнская плата была куплена в Big3Tech. То есть основные магазины, в которых я покупаю, это Mellow Store, Big3Tech и CNA Mechanical Podstore. Именно те магазины, которые проверены уже временем, годами, зрителями, подписчиками и друзьями. Итоговая стоимость нашего принтера составляет 777 долларов, из которых 94 доллара это доставка. Мне же обошелся принтер в 650 за счет того, что покупал в дни распродаж в Черную пятницу. Для тех ребят, кто до сих пор думает, что я бесплатно получаю товары из Китая, сделал небольшой набросок всех покупок, которые были сделаны на Алиэкспресс. Это у нас механика, CNA Mechanical Podstore, 132 доллара. Но это еще не все. Здесь еще ШВП отдельно докупал, вместо Т8 винтов. Уголки разные. Метизы в Украине брал. Шкивы, ремни. Один мотор взял на пробу от Mellow Store. Мне понравилось. О нем было отдельное видео. Материнская плата от BigTreeTech. Crazy Hotend. Нагреватели разные. Вот набор моторов от Mellow Store. Уже 5 штук взял. Кулеры. И это не полный список. Там еще очень много. У меня около 60 страниц на Алиэкспресс покупок. Теперь давайте сравним с аналогами на Алиэкспресс. Например, Tron CXY3 имеет область печати 310 на 310. У моего XY тоже такая область печати, но можно поставить стол 400 на 400. Поэтому, естественно, он по области печати проигрывает. Но еще проигрывает по комплектующим, по расположению стола на одном горизонтальном профиле, да и по остальному всему. Да еще плюс это драгостол. Креалити CR10S. Область печати 310 тоже меньше. При этом комплектующий здесь значительно хуже. И стоимость его почти 600 баксов. И это еще и без доставки. Tron CX5S A или Pro версия. Будет стоить или 400, или 650. Это уже Core XY. Область печати уже более приближенная. Но здесь не стоит качественный хотенд. Не стоит качественный экструдер, фидер. Плюс блок питания слабенький. Интегрированная материнская плата, драйвера и так далее. Ну, то есть он уступает однозначно. Sapphire S Pro стоит 350. Область печати 235. Даже несопоставимо. Креалити Эндер 5 я вообще про него молчу. За такую стоимость, по сути, это тоже самый перевернутый драгостол. Плюс тонкие валы, 8-миллиметровые, Т8 винты. Честно говоря, я очень разочарован, как и многие блогеры, которые делали обзор этого чудо-девайса. Tvo3 Sapphire, в принципе, неплохой принтер. Цена в неплохая, но область печати все равно меньше. При этом по комплектующей ему он уступает значительно. Как по блоку питания, по материнской плате, по хот-энду, да практически по всему. Хотя, в принципе, реализован очень неплохо. Ну и последний аналог это Flying Beard Tornado 2 Pro. По своим параметрам очень приближен к моему самосбору. Используются качественные комплектующие, рельсы, направляющие и так далее. То есть его можно, в принципе, назвать моим аналогом. Но стоит он 850 долларов и на сегодняшний день он снят с производства. Будем надеяться, что появится какая-нибудь интересная новинка. Область печати здесь более-менее также приближенная. 360 на 360. Учитывая вышесказанное, могу сказать одно. Цена на данный самосбор полностью оправдана. И если сравнивать с аналогами, то он, по сути, безальтернативен. Потому что используются качественные комплектующие, высокоточные. И к ним претензий быть не может. Работает все как часики. А теперь, друзья, отвечу на очень важный вопрос многих подписчиков. Что лучше, купить драгостол в Китае или же собрать его самому? Я драгостолы еще не собирал, но их конструкция намного проще, чем, допустим, такого CoreXY. И поэтому у вас, как новичка, не должно возникнуть каких-либо сложностей. Вот, к примеру, проект моего зрителя-подписчика MetaFan. У него свой канал на YouTube. Обязательно посмотрите его видео по керамограниту. Здесь он тестировал столы на 220 вольт. А сейчас вот спроектировал такой вот драгостол с областью печати 330 на 330 и на 370 по высоте. При этом стол и каретка сделаны из 2-х миллиметровой стали. Лазерную порезку и гибкую он заказывал по месту. И обошлась ему она очень дешево. Обязательно смотрите за его каналом, потому что на днях он должен выпустить как раз более подробное видео об этом проекте. В данной смете я добавил отдельной страницей настройки токов драйверов TMC 2208 для вашего удобства. А также формулы расчета скорости печати. А теперь, друзья, немножко потестируем на качество и скорость печати. Сейчас я запустил вазу в режиме ваза с такими параметрами. Пластик PLA от компании PlexiWile. Температура 200 на 55. Скорость печати 60 мм в секунду. Jerk 20. Ускорение 3000. Обдув 100%. Сопло использую 0.4 латуневая. Суть эксперимента заключается в том, что каждые 30 мм мы будем поднимать скорость. И смотреть изменилось ли качество или нет. Итак, друзья, первый этап мы прошли. Давайте поднимем скорость до 200%. То есть печатать будем не со скоростью 60, а со скоростью 120 мм в секунду. Также хочу отметить, что в слайсе рекура я активировал как jerky, так и ускорение. И у меня, естественно, к вам вопрос. При изменении скорости через меню принтера jerky и ускорение тоже меняются или нет? Если вы знаете, напишите в комментариях. За это вам буду очень благодарен. Итак, друзья, мы видим, что скорость печати возросла. А значит, можно поднимать скорость выше. Давайте поднимем до 300%. В пересчете это 180 мм в секунду. И посмотрим, как меняется скорость. Видим, как ускоряется голова хотенда. Печатает намного быстрее. И при этом качество особо не меняется. Что не может не радовать. А мы переходим на ультроскорость в 400%. В пересчете это 240 мм в секунду. Видим, как начала быстро ускоряться голова принтера. Строчит достаточно шустро. При этом качество печати, естественно, ухудшается. Потому что для таких скоростей нужно, чтобы справлялся не только хотенд, но и сам фидер. Самое интересное то, что при такой интенсивной печати мой принтер ушел в защиту. И я не знаю почему, с этим мне придется еще разобраться. Но факт есть факт. После этого я решил запустить на печать калибровочный куб. Со скоростью 80 мм в секунду. С теми же джерками и ускорением. Ну и конечно же кораблик бенча. Для того, чтобы понять, насколько чисто печатает наш принтер. А теперь давайте посмотрим полученный результат. На стенках вазы я указал скорость. Первая скорость это общая скорость 60 мм в секунду. 30 это скорость внешних стенок. Так как это ваза в режиме ваза, то она составляет диаметру нашего сопла. То есть 0,4 мм. А значит печатаются стенки со скоростью в 2 раза ниже, чем мы указали в слайсере. То есть не 120, а 60. Не 180, а 90. Не 240, а 120. И об этом стоит помнить, когда вы делаете сравнение по качеству между моделями. Что как раз внешние стенки, которые вы сравниваете, они печатаются всегда в 2 раза медленнее, чем общая скорость печати. На скорости 60 на 30 косяков вообще нет. Это по сути скорость печати Эндера 3. А вот на скорости 120 на 60 на углах мы видим эхо. Оно появляется от растяжения ремней. И как раз именно по оси Х. Поэтому с этим нам еще предстоит побороться. В любом случае качество печати даже на таких скоростях, как 120 на 60, 180 на 90 и 240 на 120 достаточно приемлемое. Обратите внимание на скорость 240-120. Здесь на углах уже пошло оплавление. То есть пластик пыла просто не предназначен для таких скоростей. То есть здесь нужно или уменьшать скорость печати, или же например ставить хорошее мощное охлаждение. А теперь немножко макросъемки. Здесь мы видим, что даже на больших скоростях слои ложатся просто замечательно. Претензий особых у меня нет. Ну разве что эхо на углах. И чем ниже скорость, тем более качественно получается укладка слоев. А вот еще одна тестовая печать с разными скоростями на разных принтерах. Эндер 3 ПЛА пластик 60 мм в секунду, Джерки 10, ускорение 500. Курекс Игрик ПЛА 80 мм в секунду скорость, Джерки 20, ускорение 3000. Качество печати у Курекс Игрика значительно выше. И это видно невооруженным взглядом. Теперь давайте сравним кораблики Бенча. Зеленый это Эндер 3 и на нем видна небольшая рябь. А серый цвет это у нас Курекс Игрик. На нем ряби нет. Достаточно гладкая полузеркальная поверхность. Но при этом есть горизонтальные полосы, которые мне совершенно не понравились. Они находятся как на корме, так и на рубке. Проблема оказалась с ретракторами. Я специально распечатал такой вот кораблик Бенча без откатов. При этом обратите внимание, что никаких горизонтальных полос совершенно нет. Качество поверхности просто великолепно. То есть полосы возникают как раз из-за того, что у нас стоит Боуден система, которая дает вот такой вот дефект. По правильной настройке ретракторов для Боуден систем я сделаю отдельное видео. Поэтому на этом сегодня не будем останавливаться. Теперь давайте сравним калибровочные кубы. Поверхность мне понравилась больше, чем у Эндера 3. При этом скорость печати была значительно выше. Никакой ряби на стенках нет. Механика справляется замечательно. Можно в принципе подвести итог, что качество печати и скорость печати на Курекс Игрике значительно выше, чем на любом драгостоле. Итак, друзья, самосборский аниматико Курекс Игрик практически завершен. Остается нам привести его внешний вид в порядок. Данный проект задумался как сборка принтера без использования второго принтера. И чтобы каждый новичок мог с этим справиться. Но как вы помните, я использовал в работе болгарку, дрель и другие специнструменты, которые, к сожалению, не у всех есть в наличии. Поэтому специально для вас разработал вторую модель Курекс Игрика с порезкой на лазерном оборудовании. То есть все каретки под шкивы, моторы и даже центральную балку вы сможете порезать на лазерном оборудовании. Толщину металла я поставил 4 мм. Это более чем достаточно при использовании стали. Посредине будет идти балка. Она будет цельнометаллическая. И, соответственно, это добавит жесткости конструкции. Сейчас я веду переговоры с разными компаниями именно по порезке и гибке. Чтобы в одном месте вам и порезали, и согнули. Каретка по CX будет также вырезана из 2 мм стали. При этом согнута с помощью гибочного станка. И на нее мы поставим директ экструдер. Что однозначно улучшит качество печати. Когда мне сообщат стоимость порезки и гибки, я обязательно сделаю заказ, оплачу его. И в следующем видео мы установим на наш самосбор. А на этом, друзья, я прощаюсь с вами. Не бойтесь собирать свои собственные принтера. В итоге это выйдет намного дешевле. А по качеству они будут значительно лучше, чем любой покупной принтер. С вами был Макс. Подписывайтесь на канал. Под видео будут ссылочки на комплектующие. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!